Доброе утро, Полтава! Показательные заезды Полтавского клуба радиолюбителей это автомодели асфальт и маленькие модели грунт. А это как? Ну вот такая вот машинка. Специально для них трек сделанный? Они будут строить по грунту, то есть там есть газон такой большой, даже поле с травой. Они построят себе, привезут переносной трамплин и ленточками огородят территорию, поездят, покатаются. То есть все будет мини? Да, будет все мини. И самое интересное, что у нас в Полтаве проходил или этап чемпионата, или еще что-то. То есть там территория такая огромная-огромная, или как не стадион, и они соревнуются там. Вот, я хотел бы сейчас попробовать, как оно проходит, а потом, если что, то как-то реализовать, чтобы у нас проходил такой соревновательный полон. Так, ты говоришь про первый этап. Ты кучу слов каких-то сказал. Что это значит? Нет, первый этап это самих гонок. Третий этап самих гонок. Нет, ты просто их там назвал как-то. Да, третий этап Тава Таксирес. Это кольцевая гонка, только типа тайм-атак, где автомобили соревнуются не с друг другом в контактной борьбе, выходя вообще на старт там по 5, может по 6 машин. Выходят на старт два автомобиля, стартуют с интервалом 30 секунд, и каждый из них должен показать лучшее время круга. То есть у них битва с секундомером, что заставляет пилота ехать максимально на грани предела возможностей своих и допускать минимум ошибок. Вот. И, соответственно, автомобили делятся на 5 подклассов по приводам и по количеству доработок. Самое интересное, что полтовчанин, белогубцев Дима, за который мы, в принципе, все болели, и в прошлом году он 10 гонок выиграл из 10. У него на первом этапе закончился мотор, застучал мотор. Второй этап ему пришлось пропустить, он его починил. Сейчас он выйдет в новой расклейке от партнера. То есть у него будет машина вообще огнями гореть. Яркая, красивая. Плюс в его классе, это самый топовый класс, суперспорт, приедет рекордсмен трассы, киевская команда топ-левел Михаил Павленко, который поставил рекорд, и его до сих пор никто не может побить. Соответственно, из их команды еще приедет два пилота. Это Николай Тарасенко, Кривой Рог, и Хоменко-Александр, тоже Киев. То есть такая очень сильная команда, и вот полтовчанин будет с ними сражаться. И самое интересное, что еще из Днепропетровска есть такая темная лошадка, это Андрей Холодный, который тоже, то есть пятерка таких лидеров, которые будут, если бы дождь, будет вообще непонятно, что бы происходить. Если бы сухо, то будет очень интересное соревнование. Если дождь, то опасно будет? Нет, трасса абсолютно безопасная. Даже, значит, доживую. Да, зоны вылета ограждены, зоны вылета есть, соответственно, если не попадаешь, есть гравийные ловушки, демфоры из скатов. То есть, ну, если ошибиться можно, но максимум повредить это просто автомобиль. Опять же, хотелось бы сказать, что у нас одна из лучших трасс в Украине считается. Стройка, да? Да, да, да. Одна из лучших, потому что инфраструктура очень развита, есть стационарная трибуна, вход у нас для зрителей абсолютно бесплатный, чем мы поднимаем, развиваем автоспорт. И в субботу я всех приглашаю на чемпионат Украины по тюнингу и автозвуку. Будет очень красиво, будет очень громко. Девочки будут рядом сидеть, а волосы от звука дергатся. Да, давление, да, происходит такое. Сколько машин рассчитывается на тюнинг автозвука? Я понимаю, порядка 30-40, но... И где это будет проходить еще раз? Ортодром Ултава, рассошенцы. Но список заявок никому не показывают, сохраняют до последнего интригу. Но на кольце мы чуть по-другому поступаем. У нас 76 машин сейчас едет. У нас мало того, что лучший трек, он лучший трек считается. Да, я назову его спокойно лучшим. У нас мало того, что лучший трек, еще у нас лучший организатор оказывается, Андрей. Я хочу поздравить, мы все видели, что тебе вручили грамоту, да, по-моему? Да, да. Как ты ощущения, что такое признание? Изначально, я когда приехал на награждение по итогу 2016 года, я не ожидал, что меня будут награждать. Потому что в списке был список тех, кого должны наградить, там были только пилоты. Но когда назвали самую первую мою фамилию за лучшую организацию автомобильного соревнования, я когда сидел, я подумал, или мне послышалось, или я захотел это услышать. Но потом жена говорит, иди, 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 и вышел. Это, конечно, очень приятно, потому что я долго над этим работал и считаю, что это такая мотивация еще вперед-перед двигаться и работать уже над грамотой 2017 года. А сам себя как оцениваешь? Я вижу то, над чем мне надо работать, я над этим работаю. Я оцениваю, что я много делаю, да, это действительно так, что хорошая организация, но я вижу, что еще можно лучше. Есть куда идти. Да, да. Это здорово. Вот. По поводу, опять же, звука. Ребята, я не знаю, там в багажнике засовывают. А там же есть номинации сабвуфер в салоне, первый класс, типа сабвуфер в багажнике второй класс, качество звука. По тюнингу, по-моему, номинация рейсинг, номинация просто тюнинг, номинация стайлинг. Там очень много номинаций, я не готов рассказать, но если интересно, приходи пообщайся с организатором. Это не только организатор, как бы, украинский. Это в эту пятницу. В субботу. В субботу. Да. Человек ездит по всей Европе, то есть он участвует, это ЭМА Украина, он ездит в Европу на соревнования. Он там судья в Европе, то есть в Россию, в Беларусь, то есть такой международный судья. А в пятницу мы хотим сделать небольшую промо-акцию перед театром Гоголя. Будет 4 или 5 звуковых машин, то есть немного покачаем, как они сказали. И мы выставим 3 машины команды топ-левел и хотим сделать небольшую презентацию вот этой вот белогубцевой Димы машины. То есть она будет накрыта шатром. И постоит, постоит. Да, потом, оп, смотрите, вот какая-то. Во сколько это в пятницу? В 7 вечера. В пятницу в 19.00, начало автомобильных выходных. Гуляйте полдавы, да, и смотрите. А суббота, воскресенье на 12 часов на картодром. Три дня получается. Мы будем получать удовольствие от того, что можно увидеть грандиозное шоу. От лучшего организатора на лучшем картодроме. Все это мы увидим. Есть возможность увидеть. Если не хотим, не идем. Но мы хотим. И я знаю, еще интересно, у нас будет женский зачет. Ого. Пять девушек едет. На разной технике. Поэтому интересно будет. А девушки с Полтавы, не с Полтавы, не с Полтавы, не с Полтавчанами? Любовь Коновалова-Полтавчанка, Запорожье-Сумы, Одесса и Киев. Летщица, то есть с разных городов Украины. Эти люди, которые за рулем, все-таки, как они называются? Пилот? Пилот. Пилот-спортсмен. Девушка? Пилот-пилот. Тоже пилот. Ну, Саш, да, 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 давай, не озвучивай. Нету развлечений. Так что приходим на эти выходные, смотрим, берем детей, не знаю, у меня ребенок, когда ходил, он хочу, хочу, хочу. Специально для детей, только для них и делаем, соответственно. Ну, взрослые что, посмотрели, им интересно, они отдыхают по-своему, я делаю для детей. Меня подпитывают это их, когда глаза горят. Это просто, ну, во-первых, мой малой растет, я хочу, чтобы он до его уже сознательного возраста, ему сейчас год и восемь, чтобы он видел, как это действительно существует. Ну, сейчас машинки, машинки, это все. Чтобы он уже рекорды бил, да, до сознательного возраста. Детишки, они ходят, им сфотографируются с машины, когда ребята разрешают в салоне посидеть там или погазовать, посигналить, у них вообще разговаривается. А вот эти вот мини-бонки, что я говорил на пультах, да, это когда будет? Тоже в субботу? И в субботу и в воскресенье. В субботу будет внедорожье, в воскресенье будет асфальт. То есть все три дня приглашаем, получаете массу удовольствия, гуляйте не просто так по улице, шатаясь, а с толком. Да. Всем хорошего дня, хорошего настроения и вкусного кофе и для чая от Франсуа. И автомобильных выходных все-таки получим кайф, я так чувствую. В пятницу мы с Лизой обязательно придем сюда. В субботу у меня не получается, в воскресенье посмотрим, как получится. Всем удачного дня, хорошего вечера и до встречи, до встречи, до встречи. Пока-пока. Продолжение следует.